Привет, с вами Лего Стайл номер один. И сегодня у нас битва между Кракулой и Ликаном. Итак, как обычно, зачитаю способности Кракулы. Что же он сможет сделать Ликану? Как то у звука, Кракула способен создавать, контролировать и впитывать звук. Он позволяет ему создавать звуковые волны или направленные лучи звука, использовать звуковые волны для разрушения структуры или впитывать весь звук, создавая поле тишины. Он носит к анохе сулету, великую маску телепатии, позволяющую ему читать мысли окружающих. Его звуковой вибирующий меч направляет разрушительные звуковые вибрации, способные сокрушать даже горы. Что же, мы поняли, что умеет делать Кракула, теперь посмотрим, что умеет делать Ликан. Ликану присущи все характеристики обычного то-огня, то есть управления огнем. Помимо этого, у него есть великая Канохи Хао, дает ему защиту, то есть это великая Канохи Хао, маска защиты. Также он вооружен двумя великими мечами огня, которые способны превратиться в лава-борд. Драться наши то будут в пещерах, бой без подготовки. Противники увидели друг друга случайно. Также, как вы понимаете, этот бой не несет никакой смысловой нагрузки. Поэтому, естественно, в самой вселенной Лего Бионикл такого боя не было, и то-сто, в принципе, враждовать не могут. Но этот бой придумал я. Поэтому давайте же начнем. Начнем бой с лица Кракулы. Итак, что же он сможет сделать Ликану? Он попробует сделать лучи звука и атаковать Ликана. Но он же не знает, что у Ликана есть великая маска защиты, что спасет его от этих лучей. Дальше Кракулу впитает весь звук, сделав тишину во время их боя. Это даст ему преимущество двигаться бесшумно. Но, в принципе, впитывание звука Ликану ничего не сделает. Он опытный воин, и ему будет абсолютно плевать на это. Ликан попробует выпустить огонь из своих мечей, но не тут-то было. Кракула сразу же прочитает его мысли и с легкостью вернется от удара. Как вы уже поняли, Ликан ничего не сможет противопоставить Кракуле. Кракула будет постоянно читать его мысли и уворачиваться. Кракула может идти часами, потому что Ликан будет блокировать и блокировать удары Кракулы. Но рано или поздно он устанет и перестанет как-либо концентрироваться. Естественно, щит спадет. Кракула толкнет его под своды пещеры. Как вы уже помните, своим мечом он может разить скалы. Так и сделать обвал ему ничего не помешает. Куча камней свалится на Ликана, а дальше Кракула тупо подойдет к нему. Взмах мечом, второй, и голова Ликана валяется на земле. Сегодня победителем я объявляю Кракулу. Кракула